Привет, у микрофанантик, мы продолжаем играть в The Banner Saga 3, это второй эпизод прохождения, и в предыдущем мы попали в город Арберранг. Король Мейнальф решил открыть ворота и поговорить с Алеттой. Сейчас мы направляемся как раз к нему, сквозь город, сквозь вот эту толпу огромную людей. Наш караван состоит из людей иконорожденных. Люди этого города уже на нас напали один раз, потому что им как раз к норожденной это и не нравится. В толпе вы замечаете новых варлов, которые только что вошли в ворота. Хакан направляется к ним навстречу, и вы решаете пойти за ним. Знакомое лицо пристально следит за тобой, пока он говорит. В конце концов, наши пути с Больверком и его воронами пересеклись у старого брода. Помнишь Больверка? Берзерк? Такого не забудешь. Я думал, я и раньше участвовал в тяжелых походах, однако такого не припомню. Больверк пошел своим путем. Хорошо, что мы вовремя сюда подоспели. Я не был уверен, найду ли я здесь Арберранг или его руины, и смогу ли вас найти. Как с тобой обращались после того, как наши с тобой пути разошлись, Хакан? Как только мы сюда прибыли, они бросили нас на произвол судьбы. Чем больше варлов в Арберранге, тем лучше Фасальд. Скажем так. Фасальд это вообще такой уже бывалый воин. Мы его встречали в первой части, по-моему. Во второй части его не было, если я не ошибаюсь. Мы считали, что он мертв, но он выжил, видите. Обломанный рог у него, весь потрепанный. Фасальд бросает на вас холодный взгляд. Это, конечно, если я никого, точнее, ни с кем его не перепутал. Не думаю, что я забыл, как пал Эйнартофт. Или простил. Как он сейчас вот на Олетту смотрит. Да, мы там уничтожили мост около Эйнартофта. Вынуждены были, потому что по этому мосту хотел пройти Громоглаз, как его называют в этой локализации. Там его называли Громобой, когда мы в ту версию играли. Как тебе удалось спастись от Громоглаза в Эйнартофте? Людей мне не за что благодарить. К счастью, Варл сделан из прочного материала. Так что же теперь спасет всех нас? Где этот твой малодушный повелитель погоды? Они отправились на север, во тьму. Йонона и Эйвент утверждают, что они могут решить эту проблему. И это все? Йонона и Эйвент? По нему ли задумаешься, кто первым начал волнение? Нет больше Гровхайма Эйнартофта. И Йорондра тоже нет. Драги с другой стороны. Больвер говорит, что недалеко от Биндала он встретил Безглазую. И что Громоглаз, вероятно, уже направляется сюда. Мы победили Громоглаза в Берзгарде. Я видел это своими собственными глазами. Громоглаз не умер. А насчет остальных, таких как Волкер и Сиза, мы не знаем, куда они отправились. Я на самом деле не уверен, кто такие Волкер и Сиза. Возможно, это еще два Ткача, которых мы опять же встречали в предыдущем прохождении. Они такие белокурые были. Возможно, это они есть. В общем, если вы помните, кто такие Волкер и Сиза, пишите, конечно, в комментариях. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. А нет ли здесь Убина, чтобы хоть записать все это? Убин, это, если помните, старый такой Варл, самый старый Варл в этом мире. Он олитописец. Не бойся, он решил отправиться на юг, в земли коннорожденных. Кто бы в этом сомневался? Похоже, мы с тобой последний из Варлов, Хакан. Покажем Драгом, из какого мы теста, как в старые добрые времена. Холмы из наших костей. Широко улыбнувшись, Хакан пожимает руку Фасальту. На их лицах странное выражение радости. Холмы из наших костей. Это у них такой, короче, клич. Типа, живи свободным, умри достойно. Что-то такое. В общем, проблема у меня обнаружилась с этой игрой, очень серьезная. Дело в том, что игра у меня вылетает, из-за того, что я записываю. Проблема, опять же, в приложении, оно очень сильно нагружает один поток, один из потоков процессора. Их всего у меня 12, вот. И, видимо, как-то так происходит, что приложения вместе с игрой не справляются. Там захлебывается поток, и игра вылетает. Ну, я сейчас, короче, записываю другой прогой. Опять же, программой для стримов. Поэтому вырезать, вырезать ничего не смогу. Монтажить тоже не смогу. Склеивать там, так что... Как получится. Что делать-то? Путь, ведущий через поле. Просто я уже четвертый раз записываю этот эпизод. И я очень зол, на самом деле. Я очень зол. Ладно. Путь, ведущий через поле от внешних ворот к черным камням, оказывается длиннее, чем кажется. Вы идете по узким туманным улицам, поднимаясь к плоскому плато среди черных камней. Руга плетется между стражников, держащих его цепи. Все это время он был непривычно молчалив, однако сейчас что-то шепчет вам на ухо. «Осторожно, охотник!» — говорит он. «Кажется, впереди неприятности». Пройдя несколько ярдов вперед, вы замечаете одного из воинов Петра. Он лежит лицом вниз, из его головы торчит стрела. Петр яростно ругается и бежит вперед. В это время из толпы выходят вооруженные люди, окружают его и атакуют его воинов. Если с ним что-то случится, это будет трагедия, издевательски говорит Руга. Так, ну чё ж, нам опять же дают выбор. Я, конечно же, не упускаю ни одной возможности, чтобы подраться, потому что мне нужно больше славы, мне нужно прокачивать очень много своих ребят, так что мы присоединяемся к Петру, чтобы догнать, а точнее, отогнать нападающих. Ловушка подготовлена заранее, и убийцы появляются, осыпая стражу дождем из стрел и топоров. «Засада!» — кричит Петр. «Капитан Очевидность!» — кричит Олетта. Окей, мы сейчас собираем отряд. Я чё подумал-то? Снял артефакты со всех вот этих ребят, из-за того, что сейва тут делаются, как попало, и из-за вылетов игры мне пришлось предыдущий бой переиграть, поэтому я немного лучше его провёл, и у нас теперь надо 2 единицы больше славы, чем могло бы быть. Мы качаем тогда нашего игиля до уровня 10-го. Наконец-то я ему даю тот самый артефакт, вожделенный, колесо клана Петри, которое даёт 3 силы и отражение 3 силы, и минус 2 перемещения. Но эти 2 клетки перемещения мы можем наверстать за счёт потраченного очка силы воли, если чё. Просто имейте это в виду. Так, прокачаем, значит, мою волю до конца. И что-нибудь на броню надо взять. Я решил, что стоит взять всё-таки оборону, потому что там тут как бы 20% вероятность отразить урон брони. Игилии очень часто бьют, поэтому возможность отразить урон брони будет гораздо чаще предоставляться, чем, например, восстановить броню. Так что такое решение и было принято. Я думаю, это логично. Так, надо ему ещё одну очку для повышения уровня. Ну ладно. Дальше Олету мы тоже повысим до 12 уровня. Тут мы всё уже видели. У неё за счёт артефакта очень большая вероятность критического урона. Сейчас мы это дело замаксим. Для чего это нужно? Сейчас мы увидим в следующем бою. У неё вообще переизбыток убийств на самом деле. Олет-то убийца. Капец просто. Так, и взял я, значит, нит. Получается, себе в отряд снайпершу будем качать её. Артефакт я им дам пока на пробивание, которое снял с других бойцов. Да, три пробивания вот этот артефакт. Тут у нас криты и всё прочее. Это нам пока не понадобится. Так, и 8 статов, да? Я думаю, имеет смысл и пробивание брони всё-таки прокачать. Потому что снайпер, точнее, лучники у нас занимаются в начале боя как раз этим. Ну, как-то так. Как-то так. Короче, план такой. Нит повышаем до 9 уровня, даём ей артефакт золотую осу и она просто шмаляет без остановки по всем. Всё, готовы к бою. Да, опять же, в предыдущем эпизоде я, возможно, немного косякнул с Алеттой. Просто надо её держать подальше от союзников, чтобы у неё скилл брошенный работал. А там, опять же, возможно, я это не предусмотрел. Не помню уже, что там было в предыдущем эпизоде. Так что сейчас будем тщательнее просто за этим следить и всё будет хорошо. Алеттой у нас убийца. Вроде всё нормально. Расставил я. Да. Игиле мы подводим как раз к Петру рядышком, чтобы он встал и стену щитов построил. Ну, сейчас попытаюсь всё-таки, наверное, по возможности поменьше болтать, побыстрее, чтобы бой прошёл. Вот, реально, бои-то будут очень длинными. Ну, хотя, с другой стороны, если игра будет короткой. Вот, наблюдение мы, короче, игра сейчас сделаем. Наблюдение это режим Overwatch. Ну, знаете, как во всех пошаговых стратежках, типа XCOM и так далее. Алетта будет убивать всех, точнее, не убивать, а стрелять по всем, кто будет подходить слишком близко, учитывая, что у неё очень развиты криты, О, да. Кентавр сразу получил у нас урон. Так, ну чё, медведя призываем сразу же. Вот сюда. Надо было... Ну, ладно, в принципе, нормально. Нормально. Если бы он просто рядом с Игилем был там, стена щитов бы образовалась сразу же. Ну, ладно. Чёрт, снялся этой стены щитов. Так, провиваем броню тогда. Просто каждый раз представляю, когда этот медведь лапой хреначит, как бы реально медведь херачил по людям в такой битве. Так, и вот у нас прививание брони уже пошло. Да, 9-8, это 12. Да, я думаю, нормально будет. Так, ну даже не стоит, наверное, много слишком воли тратить на этого пацана. О, нормуль. Короче, у нас с этим топовым имбовым скиллом алетты просто все на половину хп уже будут подранены. Подходящие там. Так, меня интересует, как мне сейчас быть, чтобы кентавра не потерять. 6, хп? Главное, ничего не потеряем, нормально. Все нормально будет. Потравим тогда этого чувака. Ух ты, устойчивость сработала, что-то я слишком слабенько бахнуто. Вон, отравление главное сработало. Значит, что будет хорошо. Мн-6, да? Придется мне использовать нашего скальдания по назначению. Тут появляется еще один танк. Это Гудмундер. Мы его встречали во второй части Баннерсаги. Если я не ошибаюсь, он вроде с воронами шел, нет? Кто помнит? Короче, такой же, как и Гиль, практически. У него тоже есть каменная стена. И еще есть очень полезный скилл Мессорубка, который мне невероятно нравится. Кровавая Дробилка называется скилл. Отлично. Ну, Летта, конечно же, не забывает работать. Так, кто у нас там ходит? Вот там Мессорубка. Так, вот Петр, капитан стражи, капитан стражи короля Мейнельфа. Он может призывать союзников, подкрепа точнее. Так. Я думаю, что придется нам все-таки подкрепа призвать, чтобы не убили наших кентавров и скальдов на всякий случай. Короче, я этот эпизод, как уже сказал, записываю четвертый раз, и этот бой я, конечно же, прошел. Он простой. В принципе. Особенно с имбувами скиллами алетты и гиля. Да, ёптек, устойчивость, гребаная. Получи и крит в лицо. Так, и гиля у нас еще пока постоит, короче, как в каменной стене. Время убивать еще не пришло. Килы мы будем раздавать ему в другой раз. У меня сейчас задача, на самом деле, нит прокачать, чтобы она парочку килов себе взяла. как только это сделать, чтобы у нас алетта не слишком много наубивала. Минус три. Окей. Сколько у нас осталось? Всего лишь два врага, ведь, да? Три врага. Ну, в инвиз можно уйти, в принципе. Нет, не надо уходить в инвиз, сейчас бесполезно это делать. Просто будем фигачить. так, мишка, мишка, мишка. 6 хп, Как раз сейчас подведем всех к маленькому хп, чтобы нит забрала парочку килов себе. ой, тут все проценты всего лишь. нечего делать, короче. Ладно, надо, в общем, сложность, наверное, попробовать повысить. Чуть, чуток. Но это у нас вот этот отряд хорошо сражается. Если у нас другой какой-то будет отряд, то там не факт, что все будет так гладко. Так что сложность повышать. На самом деле, эта игра не про бои, а про сюжет. Так что, я хрен знает по поводу сложности там. Так, ладно. Чувак у нас отдыхает, он так и особо не пригодился нам. Так, Игиль может одного заберет. Или все не отдаст. Так, они уже начали броню пробивать, потому что я не встал в каменную стену. Ну и пусть пробивают, в принципе, что. Или у нас продержится еще какое-то время. Так, левелы пока не дали, надо будет посмотреть, сколько там нужно и килов, в общем. побыстренько мы пропускаем ходы. И Нигз завершает эту битву. Ваша слава растет. Один из славы. Ну, такой бой. Недолгий. Не слишком насыщенный. Благодаря огромному опыту и великолепным навыкам Петру удается сплотить людей. К Свою помощью вы быстро справляетесь с засадой и атакующими. Стерев кровь с клинка, Петр наваливается на руку спинками и кулаками, пока тот не превращается в дрожащий комок. Удовлетворив свою жажду крови, Петр заканчивает с побоями. Присоединившийся к вам в бою воин расхаживает неподалеку. Сволочи. Проклятые сволочи, я не мог просто так стоять и смотреть на то, что происходит с хорошими людьми. Меня зовут Гудмундр, продолжает он. Многие из нас родом из Биндала, я и сам там был в глаза капитана. Он бросает взгляд на свое затоптанное и окровавленное знамя и затем замечает ваше. Хотя, должен признать, дела могли быть и получше. Вы понимаете намек. Мы можем, короче, его взять с собой либо оставить тут. Но, в принципе, чего бы не взять с собой лишнее. Как бы руки никогда не помешают. Даю слово, отвечает Гудмундр. Он поднимает свое потрепанное знамя и подает своим людям По мере того, как вы продвигаетесь к сторонному залу, Петр и Гудмундр поддерживают разговор. Похоже, они нашли общий язык. Ну, и хорошо, чем. Так, если посмотреть настройки, то давайте для теста поставим высокую. Хотя, я на высокую не проходил эту игру. Просто, не хотелось заморачиваться. Игра-то ламповая, как бы. Не помню, что там на высокой сложности сложнее. Это ХП вроде бы больше у ребят. Но дают ли нам больше славы? Наверное, славы будут меньше давать. Слушайте, если славы будет меньше давать, то мы фиг прокачаем наших ребят быстро. Поглядим, в общем. Еще один бой отыграем, там будет видно. Ну, че ж, окей. Столько нам предстоит драк, я уже не помню. Сначала я думал, что мы будем всю общую третью часть идти до короля, но на самом деле нет, до короля мы дойдем достаточно быстро. Наконец, вы приближаетесь к черным каменным стенам глубоко в центре арберанга. Петр говорит вам подняться по лестнице, пока он ведет ругу. Вот Лайф гневно фыркает, когда узнает, что не сможет присоединиться к вам. Похоже, приглашены только важные люди, говорит она. Попробуй найти место для всех остальных. Где лучше, как думаешь? Я думаю, что мы будем отыгрывать Элетту, как уже сложившегося такого лидера. Она уже типа знает, что делает, так что не будем мы все на самотек отпускать. Встанем возле ворот. На случай, если вдруг внезапно понадобится. Понадобишься, понадобимся. Да, встанем возле ворот. Послушай, замечает Одлайф, нам совершенно не обязательно возглавлять каждую атаку, ты же понимаешь. Но я все же постараюсь найти что-нибудь. Уходя, Одлайф оглядывается на плато. Нам нужно вон туда, наверх, может король выслушал бы тебя. Мы для этого идем. В общем-то, так, это палаты короля. Черная скала бросает на вас длинную синюю тень, похожую на грозовую тучу. Поднимаясь по ступеням, вы замечаете, как зеленеющие холмы внизу постепенно сменяются жуткой панорамой, где только кровь и тьма. В какой-то момент вы обнаруживаете, что стоите посреди богатых и влиятельных людей с длинными именами и красивыми знаменами. Людей, которых, как и вас, призвал к себе король, Мейнельф. Здесь также Хакан и Каннари. И от них обоих все держатся подальше. Вы стоите почти в конце этого гигантского зала, и с этого места король Мейнельф выглядит маленьким усохшим человечком, сидящим на троне. Он говорит медленно, как будто осторожно распутывает хит расплетение старых воспоминаний. Вы слышите только обрывки слов о перерождении, о защите слабых. В итоге вы оставляете попытки понять его слова. Внезапно в зале воцаряется полная тишина. Все оборачиваются и смотрят на вас. Король зовет вас к себе и вы подходите. Ну такой у него не особо трон-то, да? Стульчик просто. С этими словами король отправляет толпу прочь и отводит вас в сторону. Я должен поблагодарить тебя лично за то, что мой сын вернулся домой. Боюсь, я должен эгоистично попросить тебя об одолжении. Пусть от Берцгарда до Арберанга Долаг, особенно в компании такого человека как Ругга. Расскажи, каково было находиться в его компании? Так, ну я думаю, что мы будем опять же отыгрывать Элету такой жесткой уже девушкой. И будет она как-то жаловаться, что-то там ныть. У нас было много разногласий, так вот туманно мы отметим. Но каким-то образом ему удалось заслужить доверие многих людей. Может это говорит о том, как устроено их сердца? Я думаю, ты уже знаешь, что этот человек отравил меня. Он сделал это во время дружеской встречи и вместе для переговоров. Мы, ткачи, так и не смогли найти лекарства. Нас с Ругой связывает долгая и печальная история. Он будет с радостью наблюдать за тем, как я угасаю на троне. Ну, возможно, тебе удастся убедить его отдать противоядие. Убеди его. Ради меня. Так, а что-то мы ради него должны что-то делать. Да, он нас как бы за воротами оставил. Он, конечно, думал, что мы вместе с Ругой, поэтому оставил. Намекнем, что нашим людям нужно многое. Нашим людям король откидывается назад и, прищурившись, принимается изучать вас. Тот, кто выведет свой народ первым заслуживает уважения. Значит, выведет. Чего вы хотите? Да, я думаю, что нам про еду и припасы надо сказать. Как бы безопасное место отдыха, зачем нам безопасность? Мы, в принципе, можем за себя постоять, защита тем более не нужна. Так что припасы как и всем вам, а нам с вами поделиться чем могут. Сто припасов неплохо. Король призывает Петра и вскоре вы слышите стук его жестких каблуков, эхом отражающихся от высоких потолков. Мой король. Капитан Петр, наша союзница Алета согласилась поговорить с рукой. И, Петр, следуй приказам юной Алеты, теперь ты будешь исполнять ее приказы. Проследите, чтобы все решилось как можно скорее. 35 славы мы получили. Окей. Слушайте, 35 славы на халяву? Интересно. Настрение наше улучшилось. Так, и нам можно сейчас поговорить. С возвращением то в чем было дело? Что хотел сказать король? Что-нибудь насчет того, чтобы забыть о разногласиях? Он хочет, чтобы мы выбили противоядие из руки. Так как Мейнель в присмерти всех пустят в город под его защитой. Интересно, знаю я, что конец близко, я бы так же быстро передумала, я бы так же быстро передумала. Это не так? Заткнись. Ты знаешь, о чем я. И что ты думаешь об этом? Сразу все может меньше да лучше? Она вежливо улыбается, ожидая вашего вопроса. Будьте на месте Мейнельфа, какими были твои действия? Это сложный вопрос. Ты же знаешь, я хочу, чтобы все остались живых и, возможно, даже перестали ненавидеть друг друга. Люди-руди, конечно, сволочи, но я не думаю, что они заслуживают смерти. И нам придется помириться с варвами. Они не очень рады тому, как все обернулось. Но я не король, поэтому больше ничего не могу сказать об этом. Она вежливо улыбается, ожидая вашего вопроса. Начала вечно улыбаться, ожидая нашего вопроса. Так что там у тебя с нарожденными? Интересный вопрос, да? У меня? Ты о чем? Будешь притворяться, что ничего не произошло? Ты не могла скрыть улыбку во время первой встречи с ними? Я не улыбалась. Хорошо, хорошо, слушай, просто не говори так больше, обещаешь? Может мне лучше не знать? Ну, если ты будешь так себя вести. Опять вежливо улыбается. Что-то ненормальное с этой Одлейф. Что там у нее с нарожденными там? Что нам делать с Ругой? У Боги, хотел бы я, чтобы он просто исчез. ты же знаешь, что он мне даст лекарства просто так. Потребует большую цену. Он играет с людскими жизнями ради собственной выгоды. Почему люди вроде него всегда кажутся благополучными? Не знаю. Я тоже, но мне кажется, что это ужасно нечестно. Мы потратили столько времени и сил пытаясь поступить правильно. И вот появился Руга. он может с таким же успехом убивать людей просто проходя мимо, а люди будут его за это уважать. В любом случае, что мы можем сделать? Угрозы и побои не работают. Он напрашивается на удар и он своя получит. Не могу его убить, даже ради Мейнельфа. Что же ему нужно? Трон? Зачем править Роберангом, если через несколько дней придет тьма и снова отберет его? Уф, меня тошнит от одной мысли о Руге. Давай сменим тему. Она вежливо улыбается, ожидая вашего вопроса. Нам лучше вернуться в лагерь. Думаю, да. Как ты? Держишься? Тебе еще не надоело поступать по совести? Ты даже не представляешь. Ну, у меня есть идея. просто помни, что ты всегда можешь на меня положиться, не пытаясь нести все в одиночку. Настроение мое улучшилось. Нормальное настроение. Да, я карту не посмотрел, ведь самое главное это самое главное это вот то, что происходит в мире. Слушайте это урчание. Это друзья тьма. Она поглотила практически весь мир. весь мир вот этой вселенной Банарсаги. Остался небольшой кусочек только с Арберангом бежать некуда, очевидно. Это жесть просто. Так, что у нас тут еще остался этот Петрос. С Петросом пойдем поговорим. Петр освобождает Петр сопровождает вас к лагерю, который разложили пока вас не было. Я знаю, король Мейнальф просил вас поговорить с Ругой при первой возможности, но после того, как его люди устроили на нас засаду, я должно быть слишком... он пока еще не в состоянии говорить. Похоже, у вас много общего. Я отведу тебя к нему, чтобы поговорить, как только появится такая возможность. А пока советую отдохнуть. У нас всех был тяжелый день. Одлайв ждала вашего возвращения. Вдали слышны пение и смех. А где все? Отпразднуем. Впервые с того момента, как мы покинули Скогр, мы не можем просто взять и остановиться. Нам удалось. Благодаря тебе. Это еще не все. Драги могут с легкостью проломить эти ветхие стены в любую секунду, если захотят. Насколько я понимаю, нам все еще нечем ответить тьме. Как думаешь, чем сейчас занимается Ивер? Как бы там ни было, я верю, что он знает, что делает. Я не из тех, кто сваливает решение проблем на других. Есть что-то странное в этой внезапной тишине. Делать нечего, остается только ждать. Верно, я пока даже не могу заняться ругой. Капитан Стражи не пожалел на него сил. Хорошо, с другой стороны, что если Мейн Эльф умрет? Привержен Сыроги, Конрожденные, борьба за власть, все это может повернуть город в хаос. Чем сильнее мы цепляемся за жизнь, тем быстрее она утекает сквозь пальцы. Мы не в силах остановить этот мир Алетта. Все, что мы можем это попытаться продержаться. Ну же, ты заслуживаешь хотя бы ночь веселья. Удлой пытается изобразить на лице отвагу и отводит вас к остальным туда, веселье уже в полном разгаре. Глава 18 Высоко вознося сияющий свет. Вот она тьма. Так, ткач еще один. Тут была библиотека валок. Боребасть с тьмой продолжается. А тем временем в глубинах тьмы группа с ивером добралась до Стрэнда, видимо, да? Стрэнда, джуньо фашь и джуньо впечатлили в а я ожидал джиньо 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 лечит cop тьмой му М. 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 мы успеваем. С нами появилась группа mercenaries. The Ravens трекped into believing the orders came from their leader. This too feels like disaster waiting to happen. Юнона, тебе нужно разобраться с этим прямо сейчас. Уже в третий раз вы ловите на себе взгляд одного из воронов. Сейчас у нас повествование уже идет от лица Ивера. Перешептывание между ними становится тревожным. Пока нет. Скоро. Чем дольше ты управляешь разумом Фольки, тем будет хуже, когда ты освободишь его. Вороны, которых вы привели с собой, опытные наемники, они не простят своего похищения. У меня не было времени на переговоры, а нам очень нужны их мечи и щиты. Что именно здесь произошло? Тьма не убивает, она искажает. В ней скрывается то, с чем не хотелось бы сталкиваться. Замечательно. Что-то мне подсказывает, что они могут заметить этот огромный купол света. Боюсь, что это необходимо. Кроме того, только благодаря этому тьма еще не исказила нас. Скоро я освобожу разум Фольки. Когда не обнаружишь, что заперты под светлым куполом? Хм. Предупреди меня заранее. Ироничный ответ. Его будет сложно не заметить. То, что я сделала, я знаю, как это выглядит со стороны. Я не хотелось, чтобы все так обернулось. Пожалуйста, Ивер, не теряй веры в нас. Просто исправь это. Мы пытаемся, поверь. Окей, я ожидаю на самом деле. Сейчас какого-то боя с тварями из тьмы. Секунду на культурном борту влажная снарка, влажнявая. Влажнявая, влажнявая, но еще в Странт. Теперь я должен представить что-то ломбок, влажнявая в бомбах, и бульсовая сетка. Влажнявая, 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 мы остановимся. с этим отрядом еще сзади плетется драк которого мы встретили так понеслась канитель хорошо ух ты альфрун чё за альфрун такая интересная ну-ка себе подождите-ка и эй где мышка и мышку потерял так сорян что-то ненормальное происходит сейчас я альтабность по-быстрому у меня мышки просто нет на экране а вот она нашел ее куда-то на улетела ладно что мы имеем мы имеем куда дичь какой-то дичь так альфрун тут такая вообще по жизни-то загадочная и по-видимому могущественная чародейка якобы состоящие в дальних отношениях с орденом ткачей и самостоятельно обучившиеся этому ремеслу и руки и тела выглядят исключительно с количеными в ходе тренировок и внезапно обнаружили выжившие в стренге во время поисков причин нашествие тьмы интересно интересно но уже как-то видимо повреждена тьмой 37 слава у меня между прочим ай-яй ай-яй отступник да так давайте вспомним что нас и верта умеет таранить умеет ускоряться умеет я не знаю как сейчас казался на нем колосы нем концовка уж он там как бы будет и проиграл просто в нокаут его отправил бульверк такси бюро у нас крутиться умеет по-моему да ураган ускорение тоже так румарк румар это у нас таришь старый варл очень коми был там предназначение то у него было старого он просто уважаемый так чем метро ускорение они все ускорять могут либо на элигера ураган на двух врагов что не все блин атакеры такие того защищать то будет воли ночеваться щитом будет видимо стену щитов делать школа топоров глазной рывок стена щитов пассивный навык хорошо альфрун что умеет делать силы воли быстро залечь рано одной силой мысли так одну силу может исцелять дам понятно верхом на молнии любопытный варп у нее какой-то прыжок вперед на пути лифрона должно быть препятствий и союзников так она способна обходить их удальность 3 нет короче типа тарана что ли получается то есть нар врагу несется на всех парах так вальгард каменная стена слушать это у нас будет за танка круто это круто давайте его поставим вперед чуток как-то так холли ну сомневаюсь отчет из этого получится у нас нет этих дальнобойных и дальнобойных каких-то ребят вот вместо кого-то все таки взять вместо вот этого серебьерна лучше вместо крумора что-то не верю я в эту альфрун так отступник давайте прокачаем ты у нас умеешь делать разрыв взрывает их тела разбрасывается круг косметонастая камена скола но еще еще будем с драгами воевать или с драгами вопрос раздражение певец камня накладывает до вспомнил певец камни его называют с 2 брони пристресила болен слушать им странно очень певец камня что я сомневался уже что надо его брать можно даже фоллику взять с собой юнона у нас один может броню восстанавливать вот чё пробуем таким составом так чё за артефакты у вас ребят сейчас будет долгая подготовка к бою так что если чё вы знаете что делать с талантой один заход чё у тебя за талант это сейчас нет у тебя талантов никаких по моему клейс от атаки сил это не подойдет нет у него сейчас талантов один воли заход восстанавливает дам подтвердить прокачивать я пока наверное не буду никого так вальгард у тебя уровня в принципе нет чё у нас там за артефактов то плюс один при отдыхе брони это все ерунда вот а а а авиа араб а а а Вот этот артефакт пока возьмем, тогда мы с фоликой, тогда, надеюсь, он затащит, сдержит удар. Так, у тебя статы все прокачаны. У фольки статы еще два можно прокачать. Так, броню по-любому берем. Так, у фольки надо проверить еще эту. Что там он умеет там? Заступница. Да, она защищает союзников. Две брони, четыре брони, да, начало следующего хода. Триумф щита, пробивание цели. Угу, без щита теряет пассивное имение мастерства щита. Понятно. Понятно, это такая, на самом деле, жесткая девка-то. Так, у нас Ивер вообще не прокачан. Еще не прокачан, но плохо. Так, силу ему в первую очередь надо вкачать тогда. Броню тоже на выживаемость. Волю по максимуму, но пока так. Пока так. Так, у нас Ивер может уровень поднять. Давайте поднимем. Два вероятности отразить урона силия. Так, крит урона. Нет, давайте мы будем отражать силу. Удар. Два урона силия отразить. Нормально. Подтвердить. Так, кто еще? Сигбьерн. Сигбьерн. Сила у него на максимуме. Силу воли тоже увеличиваем. Не удастся нам его повысить, к сожалению. Эйвенда тоже не удастся повысить. Все скиллы уже разбросаны. Ну, тебе подавно. Слушайте, а зачем тебе силы вообще, а? Так, что у меня там? Еще раз. От чего это зависит, это скилл, интересно. Силу воли бросается вперед с помощью копья. После нанесения удара по цели она быстро отступает. Наверное, от силы зависит все-таки, да? Если от силы зависит, надо силу прокачать тогда. Блин, надо ее в бою проверить. Так, непонятно вообще. Что с ней делать-то? На криты, что ли, качать? Давайте пока ничего не будем качать. Пусть одно очко остается. Реально, просто непонятно пока. У нас один воли. Там все в бой. Посмотрим, что там за твари нас ожидают. Я их еще не видел. До этого места не доходил. Ой-ой-ой. Как раз вовремя говорит. Мы живые. Давайте избавимся от этих тварей. Сзади драга еще стоит. Этот драг, видимо, за нас будет. Как бы я читал, там за предзаказ дают как раз драга повоевать. Так, вот этих ребят нам надо спасать. Интересно, интересно. Слушайте. А, так вот мы их как раз нашли, да? В общем-то, сцена, когда мы их нашли. Кто же мог подумать-то? Именно назад. Так. Порядок хода у нас. Сначала этот приходит белый. Ладно, готово. Любой из героев может использовать копье валки, чтобы наложить заклинание цепной молнии на противников. Обеждайте врагов, чтобы зарядить его. Понятно, это как горн с силой воли. Цепная молния. Интересно, она работает так же, как у этого. Как у Эйвинда. Или по-другому. Ну что, нам ничего не остается, в принципе, как стену щитов использовать. Что у них там с силой 12, 14, 15 из силы. А, 2. 2 очка вложить, чтобы нас не пробивали, в теории. Нужно 4. Ну, эти в нокаут отправятся, я думаю. По крайней мере, вот эта белая чувиха точно. Там уж остальная как повезет. Так, а что ты можешь сделать-то? Способность застопниться 3-ом щита. Буршевая щита. Блин, сейчас подходить-то очкову как-то к ним. Может аккуратненько пока вот так подойти. У нас никто не добежит вообще с первого хода. Силу воли тратить на полную катушку, которым не хочется. Сюда пока подойдем. Так, устойчивость хорош. Таран, ускорение. Вперед там никого не надо продвигать. Хотя, если вот этот чувак сходит... Нет, он так впереди. Два очка воли потрачу там. Тогда она потом заедет. Ну, в принципе, пусть... Я не против. Три очка силы воли. Ох, жаба душит. Ладно, давайте. Мощные удары будем практиковать. Кто-то бронем. Ох, поглощение там еще у них. У них же в стену щитов встали, я забыл. Черт, да. Это вот точно никто не защитит. Них-4. Да, точно отправиться в нокаут сейчас. Ну, чинить броню пока некому, очевидно. Молнию скастовать мы тоже никого не можем. Своих заденем. Хотя, вот таких, ребят, можно двух. Но двух нам толку не будет. Ремонт камней тролля. Так, слушайте, камни тролля что делают? Непроходимые камни на занятой клетке, которые... Наверное, сейчас 7 коинов. Ага. Ну, в принципе... Если сюда встать... Можно камень тролля сюда положить. Так, Алифрун как раз ходит. Еще раз посмотрим, что она умеет там. Исцеляет цель на половину имеющихся Алифрун. Единственная воля. Ага. На 4 может исцелить себя, наверное. Нам будем копить. Так-так-так, что мы проведем? Едко оглушает цель. В принципе, вроде как может она, да? Но мы, наверное, все-таки будем исцелять себя. От силы воли. Она себя-то не может исцелить. Вол. Да, беда, беда. Себя она исцелить не способна. Только союзников. Обидно. Ну, давайте все, если волю. Все равно она не выживет у нас. Что беречь-то ее? Так, это плохо. Ивера фигачит. И вот наш киви. Драг, которым мы можем играть. Что-то может. Вспышка. Удар щитом отбрасывает всех соседних воинов, наносив урон их броне. Ураганный огонь. Ударная волна разрушает броню. Горячий пепел восстанавливает броню драгов и вредит всем остальным. Ага. Интересно, интересно. Сейчас бы меня какой-то поставить удобно. Нет, тут не получится удобно поставить. Разрушает броню, значит, по этим двум можно жахнуть как-то. Попробовать. Так, можно еще этого броню разрушить, да, получится? Черт. Ураганный огонь. Нет, видимо, придется, знаете, что делать? Просто бить. Просто бить-то надо было этих. Не в ту сторону я ушел. Черт. Вот, а вот агро нет никакого. Вот же плохо-то. Из-за недостатка агро у нас страдает. Каменная стена. Все, минус, видимо. Так. Заступница. Ты же соседних советников можешь только, да? Ну, два брони. Ну, брони нормально, хватит пока. Так, ладно, этого мы не боимся особо, опять. У него силы всего лишь. Хотя знает, что-то ходит. Так, кого будет мечник атаковать? Кого-нибудь из этих, да? Ну, скорее, там никого точно не надо. Ладно, пробиваем броню тогда. Просто бьем. Так, что-то не оставляют после себя. Ага, вон он так работает. Ух ты. Рассердился парень там. Ну, тут они встали удобно. Ну, что, пробуем, проверим. Они, конечно, не драги, но молния-то должна работать. Догувая молния. Так, и догувая молния пошла. А, только вот на этих можно, ребят. То есть, на них я не могу работать. Понятно. Все, какая-то подстава, слушайте. Так, может быть мы на место ведьмы поставим или отремонтируем кого? Надо Иверу отремонтировать броню. Так, наполовину силы воли он вроде чинит броню, да? Да. Так что... Нормально, пока так будет. Это, наверное, та самая лава, которая... А, нет, это один урон силе. Огненная какая-то херня. Вспышка. Вот как раз вспышка может сейчас двух-то повредить. Отбрасывает еще. Ну, тут отбрасывать некуда. Я его броню пока повредим. Нормально, у него брони до хрена. В принципе, даже можно уже победриваться маленько. Так, ладно, давайте тогда мясорубку эту, что ли. Ну, броню только повредим. Так, Фолька. У меня сюда вставать-то еще можно, нет? Хер его знает. Что-то еще капец непонятно. Ладно, пока защищаем. Четыре к броне надо. Девятнадцать у него. Нет, не будем слишком много тратить. Сейвер! Девять силы всего лишь у Ивера. Можно, в принципе, оттолкнуть на эту штуку, но они вроде там резистят, не резистят, хрен его знает. Таран. Так, что там у нас отбрасывает? Одно единицы урона брони, в результате за каждого воина. Тут нет никаких воинов там. О, нормально, минус один, минус один. Правда, сейчас он пойдет на этого. Так. Минус одна единица воли. Угу. То есть опасно сюда идти. Я думаю, лучше обойти. Минус четыре воли за ход мы сделали этому сейверну. Так, а этого пока тащим. Будем продолжать, короче, чинить броню Иверу. Работает это безотказно. И Ивер живет за счет этого. Так, ну че, чувачила, давай. Фигач. Вспышка. Ух ты, как удобно-то, а. Что, на пара клеток отбросит? Ну, тут отброс... Отбросить мне опять не надо. Не надо, короче, меня отбрасывать. Встанчивость. Так, ладно, подойдем, стены щитов сделаем. Да? Или не надо? Я думаю, всегда стоит зайти просто. Все понакатанное, пока не кончится сила воли. Да, кстати, или нацепную молнию проверить, да? Как она работает. Ну, раз уж мы не можем использовать... Так. Любого из них, получается, да, надо? Так, подожди-ка, а че она? Ее цель на одну единицу силы. Продолжает действовать и нацепляет за иной единицу ворона силы каждому следующему воину поднягана. Ну, как обычная молния, в общем. Блин, я тут своего задену. Нет, они не встанут нормально тут. Я думаю, не стоит пока это тратить. Так, тратить урона брони. Сила воли у него кончается. Так, они снова идут сюда. Ну, все правильно делают, ребята. Так. Урон силей получу, но зато... Блин, так-то много урона силей получу, если пойду сюда. Это минус три будет, как минимум. Если, конечно, где-то устойчивость не сработает. Нафиг-то надо. Так, киви у нас терпит. Его же киви зовут, по-моему. Да, киви. Главное, хоть не киви. Так, камни. Киви. Они сами подходят, в общем-то. У них, на самом деле, уже брони-то нет никакой, практически. Надо начинать их вырубать по одному. Интересно, мы вообще сможем его прокачивать там? Как остальных. Давай сюда, туда. Отлично, повышение. Минус три. Черт, надо на полную, короче, костовать. Броню. И последний таран будет. Нормально, могу себе позволить. Ай, надо с цепной молнией уже как-то кастовать, о том, скоро ее не видят уже. Я бы на этих двух, что ли. Подожди, нет. Ты при чем тут? Что-то еще не понял, как это работает-то. Ну, непонятно. Ладно. Четверки, 17. По-прежнему, его силы урли максимально. Просто потому, что он... восстанавливает за счет артефакта. Нормально, ты нас не пробьешь. Так. Сюда лучше не заходить. Добиваем тогда еще одного. Как они хоть называют-то себя? Я что-то даже не посмотрел эти твари. Искаженный воин топором. Понятно, это просто люди, которые искажены. Так, а сейчас вот опасно, на самом деле. Минус две воли будет. Но зато от Ивера отвлеку внимание. Так, сколько там, 13 минут, да? На две единицы, нормально. Ну, а Фолька продолжает свое дело. Что-то у нее три воли осталось всего лишь. Пора их добивать. И без потери силы воли не обойтись. Потому что тут уже некуда просто. Никак больше Киви не подойдет. Все-таки рано больше нет. Вот, сейчас же могу обмолнию. А, от воина? Понятно. Короче, где воин стоит, зависит все. То есть применяет обмолнию юнит, а не просто как глобальный спил какой-то. Кто бы мог подумать? Блин. Ладно, будем тогда броню пробивать тогда. Так, готов ли я расстаться с силой? Наверное, нет. Минус воли. Ну и, хрен-то, ничего. У нас силы сколько? 16. Один фиг, может, сейчас их убьем. Правильно, правильно. Эйвин, дружище. Так, ну ладно, очевидно, что надо вот этого чувака убить. Последнюю силу уже не потратим, но хрен с ней. А, блин, сейчас молнию можно было как раз использовать. А, на хрен с ней с этой молнией. Она сдалась, она нам. Можно просто на нее поглядеть. Выглядит она точно так же, то есть... Последний щит. Ивер держится. Это мужик. Шесть у него всего лишь, да? Никогда он не пробьет. Чем-то его-то бьешь. Так, 11 или 4. Ну, этот не пробьет, значит, надо вот этого убивать. С 11 хп. А с этим мы прошли по этой луже, да? С минус силой воли-то. И как бы ее собрали. То есть она исчезла. Как разовая мина. Действует. Ну, завершающие удары. Сейчас у нас пройдут и на свидание. Кому нам надо... Кому нам надо килл отдать? Наверное, вот этому чуваку как раз. Изи просто, изи. Можно было даже эту женщину спасти, но... Маленькая не туда, увел Киви. Нормальная, я считаю. Альфронт получает умение. Или уровень? Уровень. Какое нахрен умение? Когда наступает тишина, возникает неестественное ощущение, будто находишься глубоко под водой. Что случилось с этими существами? Спрашивает Фолька. Нарушая тишину. Странная женщина отвечает. Драги, люги, варлы. Здесь это не имеет значения. Они не были мертвы, но разум покинул их тела еще до того, как мы их убили. Слава получили. Обугленные останки искаженных шипят и пузырятся на свету. Истачая ужасный смрад. За разговором вы выходите из разрушенного зала и спускаетесь к подножию Стрэнда. Не ожидал, что будут посетители, говорит Тибер. Драги были серьезной проблемой для Стрэнда, даже до того, как исказились и стали монстрами. Не думал, что нам удастся выбраться из этого ада даже с помощью света нашей союзницы. Хорошо, что вы затаились, от тьмы просто так не сбежишь. Нужно идти к источнику, а не от него, чтобы развеять ее. Развеять тьму? Как? Это не простой ткач, это женщина-валка. Чему нельзя искать о тебе? Как ты научилась ткать свет? Я научилась парочке приемов самостоятельно. Ты учишься защищаться, когда ткачи пытаются убить тебя? Что ты хочешь этим сказать? Меня зовут Альфрун. Интересно, знаешь ли, с кем ты путешествуешь? Я пришла сюда, так сказать, следуя за ходом истории. И, похоже, случайно нашла ее автора. Мой спутник также хочет кое-что тебе сказать. Альфрун оказывает на дракского камнестража, возвышающегося за ее спиной. По инонию видно, что я неловко от невысказанного предложения, но она остается собранной, как никогда. Чего не скажешь об Эйвинге? Нужно идти дальше, время наш враг. Само время? Тогда тебе нужны достойные союзники. Да ты ведьма вы. Я вижу... Я вижу это по твоему лицу. Можно ли доверять ведьме? Вдруг этот камнестраж убьет нас во сне? Интересно, почему между тобой и этой крупной женщиной с вороном на щите? Я вижу в воздухе столько цвета. Вы бросаете взгляд на Фолику. Или переводит... Оля переводит взгляд на... На чтоб тебя. Оля переводит взгляд с нее на Юнону и обратно. Он не единственный, кто достал оружие. В вашей голове отчетливо звучит голос Юноны. Приготовься. Говорит. Ивер готовится. Ууу. Сейчас будут битвы, наверное, с ворвами. Ну чё ж, на этом мы, в принципе, эпизод закончим. Это был долгий эпизод. Долго я его записывал. Точнее, пытался записать. Но все-таки нам это удалось. Как скотина, конечно, устал. Я думаю, что продолжим мы завтра. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И вы ждете продолжения по этой игре на канале. Ну а с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok